Смотрите, цифровая трансформация, я так и не понял, что различает цифровая трансформация. Понятно, что трансформироваться надо, но там ключевое, что было в предыдущем, на мой взгляд, это уменьшение сдержек или к другому увеличение доходности, увеличение прибыли. Еще было определение, где звучало как резкое уменьшение сдержек. Почему про это так много говорят? Потому что раньше надо было платить х, а теперь надо платить в половину меньше. Вот это резкое изменение как раз приводит к трансформации. Собственно, сегодня, может, спикеры. Ладно, я добавил. Так, про фонд, значит, собрались мы для того, чтобы, ну, с одной стороны, видео записать, да, само собой, потому что по лекциям по цифровой трансформации есть мысли это делать, ну, как бизнес-проект. Но мы сейчас находимся на площадке Церик, это инвестиционная площадка, вот, и есть мысли о том, чтобы создать, вообще говоря, фонд. Но, собственно, денег заработать на это, на всей этой цифровой трансформации, да, куда включаются там и криптопроекты, и другие проекты. Так, значит, платформы, само собой, дальше речь про stablecoin, да, стабильная там расчетно-учетная единица, я думаю, что, ну, сейчас это тренд, так или иначе в этом году, в эту сторону надо смотреть однозначно. И, в целом, про создание экономической системы, то бишь, экосистемы, вот, которая будет работать более эффективно, и вот тут вот я написал 30%. Вот, на мой взгляд, это реалистичная цифра, и она исходит из предыдущей презентации, там она очень большая, на самом деле, я ее видел частично. И там есть, в частности, сравнение обычной экономики и экономики через цифровую платформу. То есть, когда, там, логистика уже, там, маленько по-другому, склады не надо держать, и в итоге там 3x делается. То есть, это не 30%, а это вместо конечной цены 21$, там, за килограмм китайских товаров, ранее была цена 60$ за килограмм. Ну, собственно, выгода налицо. Ну, достигнем или нет, по сравнению с Китаем, мы, по крайней мере, на 30% точно можем. Так, про портфели, ну, я сразу вам скажу, да, что, для чего собрались, собственно, речь идет о создании фонда, состоящий из портфелей. В первую очередь, блокчейн проекта. Как было сказано, значит, распределенный блокчейн является частым случаем распределенных реестров. Распределенные реестры это в целом, по картине, ну, а нас интересует криптовалю. Ну, значит, про блокчейн проект. Дальше, про искусственный интеллект, да, портфели. Интернет вещей, там, датчики, в том числе, там, беспилотные автомобили, там, Big Data, ARWR и Biomir. На мой взгляд, это то, что наиболее растущее. Так. По поводу блокчейн проекта. На мой взгляд, надо смотреть именно на платформу. Именно на цифровые платформы, экономические цифровые платформы. И, собственно, вот в книге я про это пишу, но это не я придумал. То есть, надо сразу сказать, отметить о том, что те лекции, которые сейчас проходят, Франк Хикс, которые называются, там, CDTO, да, то есть подготовка директоров, там, по цифровой трансформации. Вот. Эти лекции были два года назад в Макосе, и инициировал их, там, Владимир Румянцев, это фонд цифровых платформ. Надо отдать ему должное, и он говорит про создание, там, порядка тысяч платформ под разные виды деятельности. Я полностью с ним согласен. То есть, создание нужно как экономических цифровых платформ под разные виды деятельности, так и отраслевых крупных платформ, порядка 20-30. Собственно, вот прошло два года, на самом деле, даже больше, и сейчас мы видим то, что на это дело, там, по крайней мере, с российской стороны, выделяется, как там, финансирование, да, в частности, по-моему, 46 миллиардов на три года на обучение. Ну, понятно, что все государственные крупные и крупные. При государстве компании, они обязаны будут перейти на платформу, то есть стать платформенными. Вот. Так. Это объекты инвестирования, значит, в централизованные. Мы говорим про создание того же самого, только на децентрализованных принципах. Вот. Но это дальше. Так. Для того, чтобы понять вообще, какие проекты интересны, какие нет, какие стоит вкладываться, какие нет, собственно, необходимо проводить по аналитику. На мой взгляд, даже, ну, один человек или даже одна компания, она не сможет проводить полностью экспертизу всех существующих проектов, да, там, ну, и платформы, которые рождаются по этому. Предложение создать экспертный совет, причем делать его тоже, там, в децентрализованном способе. Когда, ну, там, филиал или как угодно, в общем, так или иначе оно так и получается, значит, есть эксперт, есть группы, ребят, которые очень хорошо разбираются в той или иной сфере, вот. Так вот, значит, когда мы берем эксперта и, грубо говоря, опрашиваем, то есть, ну, там, метод такой. Сначала, ну, сначала проводить аналитику, после чего проводить обсуждение, и после чего те люди, которым это интересно, которые в это верят, если они сами вкладываются в этот проект, ну, тогда можно рассмотреть для включения в портфель. Так, собственно, про фонд, как мне кажется, структуру фонда блокчейн-проекта, да, там, то, что называется, короче, криптовалюта, на мой взгляд, примерно так. Там, биткоин, эфир, и дальше инфраструктурные IT-проекты, ну, собственно, блокчейн, и экономические платформы. Так, ну, собственно, на мой взгляд, в ближайшие три года будет рост, в целом, крипторынка, собственно, как это было уже, да, вот, живем и видим, конечно, дальше я покажу слайды с гипотезой. Так, следующий. Аккумулирование средств. Ну, в общем, здесь повторение того же самого, то есть, в первую очередь, биткоин, эфир, ну, инфраструктурные IT-проекты и экономические отраслевые платформы, да, да. Так, ну, собственно, я сказал, фонд создавали тоже как децентрализованную структуру, но сам фонд все равно централизован. Так, вот теперь, говорю, про клуб. То есть, для того, чтобы это все сделать возможным, здесь хотелось бы создать вот как раз площадку дискуссионную для обсуждения различных проектов. Вот. Проектов огромное количество, и, на мой взгляд, первичный отбор – это интерес самого спикера, который рассказывает об этом проекте, что он к нему вложился, в этот проект. Тогда это уже, так сказать, личный интерес. Значит, вот предполагается клуб экспертов, ну, и примерно вот такой формат. То есть, там, два-три выступления – первый час, второй час, там, по три минуты. Я надеюсь, мы сегодня также сможем это сделать, где каждый может представить, там, свой проект, рассказать о себе. Ну, и свободное общение. В принципе, нам, ну, на сегодня, по крайней мере, площадку представляют, и у нас сейчас такая договоренность – 18.30-21.00. Вот. Я думаю, что этого времени вполне будет достаточно. Вот. Ну, опять же, я не могу ничего обещать, но пока у нас договоренность, что предварительная договоренность – проводить еженедельные встречи. Так. Собственно, есть два формата. Первый – это открытый, второй – закрытый. Открытый – проводить раз в месяц. Вот такие мероприятия, лекции для привлечения внимания. И закрытый – закрытый – делать платный. Собственно, там такие более кулуарные инвестиционные предложения. Так. Членство – очень простое пока. То есть, по 1000 рублей с человека вход в входной билет. То есть, ну, на мой взгляд, там чашка кофе. Я понимаю, что вымолкнуется, она дешевле, но для инвесторов, я думаю, что это совсем небольшая цена. Так. Дальше. Хочу рассказать про цену. Вот. Ну, это гипотеза, сразу говорю. Потому что будущего никто не знает. Но, по крайней мере, есть несколько графиков, на мой взгляд, которые интересно посмотреть. Вот здесь, кстати, июль 2018. Вот. Значит, июль 2018 прошел. Сейчас июль 2019. Это логарифмическая шкала. Просто. В принципе, можно нарисовать, грубо говоря, линию. То есть, падение на самом деле не видно на логарифмической шкале. Вот. Значит, есть разные картинки с гипотезами, которые, там, с, такими, да, там, тридергию взял. Вот. Я их отслеживаю. То есть, там, еще полгода назад я их брал, и, в общем-то, они подтверждаются. Вот. Есть такие гипотезы, такие. Ну, в основном, на рост. Вот, кстати, наложенные предыдущие, растянутые 2014 года, и текущие. Да, они не совпадают полностью, но, в принципе, можно увидеть какую-то, какую-то похожесть. Так. Такой график. И вот такой график прям очень замечательный. Я его очень люблю. Он еще в 2014 году сделал. Это, ну, я думаю, все знают, да, то есть, человек из будущего, который, как бы, прилетел из будущего и написал статью, почему биткоин будет стоить, там, миллион долларов за одну штуку, да, а то и больше. Вот. И он там прикладывает, в том числе, график. Просто. А это было в 2014 году. Вот. Потом дальше дорисовали, и вот как это происходило. Следующее. Вот, что мы имеем на данный момент примерно. Это я нарисовал уже, как он зеленый. Вот. На данный момент видно две таких мощных линии. Поддержка. Это 1200 примерно. И примерно 2500 для 800. Или так. Вот. Значит, он дошел до 3000 и дальше пошел вверх. Дальше вопрос. То есть, либо он пойдет вверх, либо он может даже вниз пойти. То тоже может быть запуском. Вот. Так или иначе, в целом, картина. Понятно, что в 2021 году ожидается 100 тысяч долларов за один биткоин. Так. Вот здесь такой график. Его уже реже, кто показывает, смотрит. Это отображает, собственно, интерес людей. Пользоваться самим блокчейном биткоина. Это пул транзакций. Вот нижний. То есть, сколько всего транзакций в пуле. Вернее, в размер пула. И сверху я наложил график цены. Вот. Растянутый. Начиная с 2010 года и до 2019 года. Вот. Можно увидеть о том, что когда пул заполняется, это связано всегда с новостной фоном. И связано с тем, что люди начинают реально очень активно пользоваться биткоином. Причем заходят большие массовые дети. Сейчас мы в 2019 году. Вот. Был бурный рост. Вот прям бурный, бурный, бурный. Там в 2017 году это было. Декабрь 2017 года. Вот. И был еще в январе. Вот. Там был бурный падение. Сейчас я не вижу бурного. Особо не вижу. Поэтому вот тот рост, который мы увидели с 3000 до 9000, это может быть все очень искусственным. Вот. Но это мое мнение. Значит, в принципе, в два раза он вниз может опуститься легко. То есть там до уровня 4,5 легко. Ярослав, на нижний график как-то новости, да? Или что-то еще? Нижний график показывает mempool size. Вот блокчейн.com, там, ru, charts, mempool size. Это размер, там, совокупный размер всех транзакций, которые еще не попали в блокчейн. То есть они в очереди стоят. Ну, вот. Сейчас, в общем-то, все, кто хочет что-то в блокчейн записать, они могут это записать. А вот, скажем, в 2017 году далеко не каждый. Вот. Там комиссии очень большие были. Это показывает на самом деле хайп. То есть, в принципе, размер пула блокчейна-биткоина, да, он показывает размер хайпа. Это только для биткоина? Да, да. Я рассматриваю только биткоин, понятно, что все остальные, они идут вследствие биткоина. А верхний график тогда что происходит? Это цена. А, нет. То есть я наложил на график мемпола, наложил цены. И показываю, что в момент пиков бурный рост. Да, здесь чуть не видно особо. Тут видно. В момент пиков бурный рост. В момент пика количества транзакций, бурный рост, естественно, спрос на газ повышается. Нет, но вон там пик, как бурный рост. Проблемы нету, я просто показываю, что есть пикрутение, которое уже, в принципе, не один год. И, в общем, все повторяем. Ну, из того, что видно, и там, как бы сейчас, начинается четвертый хайп на биткоин. Да, там. То есть, если вернуться, то есть у нас был первый хайп, второй хайп, третий хайп, четвертый хайп, и уже пятый пошел. Ну, вот этот первый, я не считаю, на самом деле, потому что на тот момент я про биткоин особо и не знал. Вы видите, в узких кругах. Да, вот. То есть, для меня биткоин начался с 2011 года, с 2012 года. Когда до 1000 вырос, после этого я уже входил. Вот остальное, я знаю, что там был хайп, когда до сотни, а вот этот, честно говоря, прошел совершенно мимо, и это было в очень узких кругах. То есть, ну, реально, где-то последние шесть лет имеет место быть. Так, выводы, которые я делаю с всего этого. Первое. Никто не знает будущего точно. Так, саприкулировать нужно осторожно. Вот, лучше инвестировать. Играть на понижение нужно осторожно вдвойне, потому что, как, ну, то есть, в целом он растет. Он и может иногда падать. Ну, как бы падает, падает. Вот, пока падает, лучше вообще ничего не делать. Вот. Хотя некоторые люди зарабатывают на понижение. Так. Если инвестировать в криптовалюты, то с горизонтом не менее три года. Ну, поясню. Вот, мы находимся где-то там. Вот. Оно может упасть. Оно может быть вот примерно так же, как и здесь. То есть, мы вот условно можем находиться где-то вот тут. И потом еще болтаться. Год. Поэтому, если мы покупаем сейчас, вот прямо сейчас покупаем, вот, надо быть готовым к тому, что год может вообще ничего не происходить. Он может упасть в два раза и вот в этом положении лежать. Вот. Поэтому горизонт два-три года. Так. А в целом, по инвестированию, то есть, минимум 10% от своих доходов плановить криптовалют. Вот, независимо от того, какая цена. А если цена понижается, значит, больше просто крипты покупать. Ну, в смысле биткоина. Может, максимум? Я думаю, минимум. То есть, собственно, есть криптоэнтузиасты, которые 90% держат крипты, да? А есть те, кто вообще не про крипту, да? Вот для них я рекомендую 10%. Меньше 10% вот, на мой взгляд, уже давно показал рынок о том, что биткоин точно никуда не денется, да? То есть, там развитие идет прям, ну, семимильными шагами. Закрыть его невозможно. Курсом манипулируют, да. Но сама, сам биткоин, сама технология, я думаю, что будет еще расти, там, как минимум, x10. Поэтому я считаю, что надо минимум 10% держать в крипте, ну, и инвестируя. Так. Криптоиндустрия и криптопроекты активно развиваются и будут продолжать активно развиваться. Так. И, собственно, седьмое. Это однозначно стоит смотреть и просчитывать применение автоматизации для своих бизнес-процессов. Применять автоматизацию, юнит-каналик. То есть, как бы вкладывать в чужие проекты, там, где централизованные, там, биткоин, там, эфир и так далее. Это все здорово, но прежде всего надо вкладывать в то, что сам контролируешь. Ну, мне так кажется. Так, дальше. Диджит-экономий институт Глушкова. Собственно, вот хотел бы рассказать, кто он есть. Значит, мы, это вот, нас там, три человека. Я там чуть подальше. Мы сейчас организуем вот это мероприятие и клуб. Для того, чтобы руководителям компании, ну, бизнесменам, предпринимателям, инвесторам рассказать про технологии, ну, это само собой, но прежде всего рассказать про риски, с чем придется столкнуться, то, что другие особо не рассказывают, и про, собственно, реальность. То есть, ну, не просто, типа, покупайте нашу культуру, а именно, где это использовать, где надо использовать, где не надо, там, куда стоит, куда не стоит. Так, ну, проектное управление для HR, чтобы понимать, да, при приеме сотрудников, потому что компетенция, опять же, да, и вот, как бы, очень хорошо то, что Ранхикс там, ну, и другие, проводят там курсы CDTO. Но, вот, единственное, там, на мой взгляд, там, все классно, все хорошо, отлично. Единственное, там нету про блокчейн. То, что называют блокчейном распределенный рейс, это хорошо, но там нету именно про блокчейн. Нету про... Есть, но там оно. А, ну, хорошо, если есть, да, ну, хорошо. Так, есть такая проблема, что нету, не хватает специалистов, а прежде всего, там, сами владельцы бизнеса, то есть, они просто не смогут нанять никого на рынке, да, ну, иначе, либо это очень дорого, то есть, придется учиться все равно с вами. Ну, и так далее. Собственно, есть желание здесь проводить еженедельные встречи, вот, ну, сразу отмечу, что Церех – это площадка для нас, вот, и к самой компании или к инвестициям мы следующие, мы не имеем отношения. Собственно, вот мы втроем организовали институт. Я, Григорий Санько и Роман Иноземцев. Роман живет в Комсомольске-на-Муре, вот, и он очень хорошо разбирается и в технологиях, и в целом, куда их применять. Следующий. Вот, теперь хочу рассказать про кубики. Ну, собственно, вот картинки. И вот там они на столе стоят вживую. Это, да, то есть, для применения бизнес-процессов, то есть, можно как для документа оборота, для поддержания сети, то есть, зарабатывать на этом. Вот, мы используем кругу стейк, форжим, не энергозатраты, вот, но в целом смотрим именно про автоматизацию бизнес-процессов и автоматизацию производственных процессов. Вот, для подключения туда и оборудования, и, ну, прежде всего, это взаимодействие между бизнесами. То есть, передача договоров, передача денег, там, в том числе, со смарт-контрактами, со скриптами автоматически исполнены. Собственно, внутри, там, два микрокомпьютера, вот, в этом исполнении. Вот, ну, здесь характеристики. Так, это то, что мы делали на Хакатоне, наше решение по документу оборота, где, вот, примерно в таком формате предлагаем ввести документы оборота. Здесь в незашпромном виде вообще предполагается запись в блокчейн именно вот этих сообщений, которые могут в таком формате. То есть, такой формат сообщения, здесь, А, четыре сообщения на, там, один договор, условно. То есть, это, как тест, ну, такой пример тестов. То есть, это оферта, выставление оферты, значит, обратное выставление оферты, да, там, ну, договоренности. И, в итоге, там, окей, делал. Вот. То есть, собственно, вот, набор этих сообщений, это говорит о том, что есть договоренность. Собственно, на сайте mish.one или, вернее, и на сайте mish.dee.su можно подробнее ознакомиться. Подожди, я поправлю, это для мис, пожалуйста. Ну, хочу сказать, что мы прорабатывали варианты в зашифрованном виде, для того, чтобы два участника, которые между собой договорились, они знали, о чем идет переписка. Для этого на каждую сделку формируется свой уникальный код, который дадут им первому и второму, все остальные видят просто зашифрованный вид. Но, когда необходимо решить спор, подключить третьего, то есть арбитра, то арбитр тоже раскрывается этот код, и он может посмотреть переписку по этой сделке. Вот, и дальше. Третьего, второго? Нет, это человек, это юрист, которому доверяют и первый, и второй. Так как это серая зона, то есть в суд с этим не пойдешь, то есть это не юридически значение. Но решение спор, оно все равно нужно. Ну, а у нас четверть экономики, она серая, так что... А коллегиальные решения можно принимать? Это можно, там, за счет смарт-контракта, там, несколько подписей, ну, мультиподписей, да, можно. Но пока мы прорабатывали именно, там, один арбитр. То есть так проще. Так. Вот. И, собственно, вопрос, который бы я хотел задать присутствующим, а какие проекты вообще стоит рассматривать для составления портфеля, который мы сможем рекомендовать людям, чтобы в него положиться. Ну, и самим, собственно, так же. По поводу формата, там, предполагается, что первые, там, два-три доклада люди рассказывают о своих проектах, либо о проектах, по которым они, там, провели аналитику. Предполагается, что это вообще, говоря, за это вознаграждение будет. Собственно, входной билет, да, там, по тысяче рублей предполагается как раз делить между выступающими и дальше остатки на рекламу. Так как реклама, там, порядка 30-40 тысяч, судя по предварительным оценкам. Вот. Собственно, есть мысли, допустим, докладчикам 2,3-4-5 тысяч рублей за подготовленный доклад о том или ином проекте. Ну, понятно, там, крипто-проекте пока не говорим, а последствия это, там, про искусственный интеллект, виртуальную реальность и так далее, и так далее. Вот. Собственно, эти доклады записывать на видео, вот, дальше проводить аналитику обсуждений, ну, и дальше уже принять решение. То есть, либо да, либо нет. По-моему, так. Просто-напросто вложиться в фонд и не заморачиваться. Значит, есть люди, которые разбираются в крипте, да, и, в общем-то, мне проще самому пойти, купить биткоин и держать его у себя. Но есть довольно большое количество людей, которые, им, блин, разбираться, вот, там, сидеть целый месяц, да, там, изучать, какой лучше кошелек потом еще потерять неделю, в общем, проще обратиться к ребятам, которые в этом компетентны. Вот это первое. Второе. Когда сейчас пойдет, там, большая волна, там, хайпа всяких, да, там, пирамид, вот, вот, будут втюхивать все, что угодно. Ну, и вот я бы хотел создать такое место, где можно, там, сказать человеку, вот, сходи туда, там, со своим вот этим проектом, в который ты хочешь положить денег, там, спроси вот мнение, и тебе популярность скажут. Стоит туда откладывать, цель не стоит. Ну, типа так, вот. То есть я бы не хотел делать какую-то популярную такую штуку, ну, типа для всех, там, хомяков, загонять, да, там, некоторые делают, а именно делать такую кулуарную. Вот, кроме того, следующая тема – это свой проект. То есть профит, на мой взгляд, это не только вот обсуждение, там, чужих проектов, да, там, вкладываться, не вкладываться, а прежде всего, это трансформация своих бизнесов, вот, и превращение их в платформы для соединения, там, многих разных бизнесов, да, вот, и это уже инвестиционный проект. То есть инвестировать в самобой, в первую очередь, и во вторую очередь, собственно, привлекать к себе, к своим проектам инвестиции. Вот как-то так. Так, я думаю, что необходимо будет сформировать фонд, после чего можно добавлять что-то, можно убирать, но по большей части, скорее всего, будут более-менее статические. На какой-то, ну, там, по промежуткам времени. То есть можно пересмотреть, там, через полгода, там, через год. Но на самом деле не так быстро происходит. То есть хайповые, там, вещи есть, там. Но я бы хотел делать именно такой стабильный и надолго. Вот биткоин – это стабильный и надолго. Эфир тоже, понятно. Все остальное – это вот там под вопросом, на самом деле. Хомяки – это в основном люди, которые на эмоциях. А есть люди, которые расчетливы. И это инвесторы. И они надолго заходят. Вот, это не про хомяков. То есть они думают. Они уже года три думают. Вот, и до сих пор, ну, там, мы общаемся, да? Сейчас ты инвестор, но там есть 10 тысяч долларов в квартире. Ему нужно, ему нужно только сейчас, там, в Китае, оплатить, например, в дом. Ему что делать? Ну, сейчас это все просто решается, на самом деле. Это вот, там, пару лет назад, там, были с этим вопросы, сейчас уже нет вопросов. Цена входа-выхода, там, максимум 5%. А вообще где-то 1-2%. Да, то есть, вот. Ефир 2-3% в квартире. Нет, просто вот у тебя есть чемодан, у тебя, да? Или деньги на веру лице.